Всем доброго времени суток! С вами Татьяна из Норвегии. Сегодня видео посвящается фаворитам и разочарованиям апреля 2024 года. К сожалению, у меня не было в последнее время свободного времени, извините за тавтологию, большая напряжёнка. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Да, ставить на стоп съёмку я не хочу, съёмки я не хочу, поэтому, ну, если будет что-то с задержкой выходить, то вы меня поймёте. Человек, который работает, у которого такая насыщенная жизнь, поэтому, ну, вот так вот за апрель, за апрель в мае. Итак, что хочу вам показать, что мне вообще не понравилось, вот хочу начать со своих разочаровавших. Тут у меня их, я их объединила в группу, которую назвала спецсредством. И эти спецсредства, это прежде всего вот такой вот ужасно пахнущий лосьон для тела от бренда Рен Клинскея с АХ-кислотами. В общем, боди-серум, который обещает, что ваша кожа будет выглядеть... Ну, давайте я вам покажу вот эти вот все обещания. Тут, правда, по-английски написано. В общем, я переведу, что, ну, работая этот серум... Во-первых, он обеспечивает натуральную эксфолиацию, то есть очищение. Затем оставляет кожу блестящей и с натуральной подсветкой. Ну, и просто нанести этот лосьон массажными движениями, а излишки абсорбировать, то есть удалить. Вы знаете, все бы ничего, но у него такой неприятный запах. Я уже, знаете, выяснила и сроки годности, когда я получала. Это, кстати, в коробочке красоты я получала, это средство. И как бы оно и не очень давно пришло, но это такая вонючка. Это просто безобразие. Я много раз вам говорила, что я обожаю запахи. Пускай они будут какие-то химозные, химозные, например, фруктовые или ягодные какие-то. Или шоколадные, или вот просто вот косметика, как пахнет дав, как пахнет невея. Но когда пахнет, вот действительно, спец какими-то веществами из аптеки, из, может быть, из каких-то мазей натуральных. В общем, вся вот эта вот галиматья, извиняюсь за выражение, это не моё. Я не могу, может быть, действительно, это какие-то натуральные компоненты входят в состав этого продукта. Действительно, наверное, здесь я читала, что натуральная косметика, она пахнет неприятно. Я уверена, что здесь есть аха-кислоты, но какие же они вонючие. В общем, если вы не переносите такие запахи, то я не рекомендую. Ну, а если потерпите, то почему бы и нет? Почему бы и, знаете, не фокусируется как-то, сфокусировался на вот этой вот вазочке мой телефон. Не хочет фокусироваться, ну да ладно. В общем, вонючка ещё там. Следующее, что хочу вам показать, опять же, спецсредства. Ну, уже не такой экстремально вонючий запах, но тоже неприятный. В общем, это тоже такая косметика из разряда спец. Balance Me. Тоже коробочное средство. Это очищающее молочко. Оно прекрасно всё очищает. Тут написано Pre and probiotics. С пробиотиками очищающее молочко. Оно действительно классно очищает, но тут тоже довольно-таки неприятный запах. И если вы не любитель каких-то специфических запахов, то это тоже не ваш продукт. Ну, знаете, что я вам хочу сказать? Он помягче пахнет. Тут хоть у него такой, ну, своеобразный запах, но терпимый, нормальный. Даже ближе к такому нейтральному. Не то, что вот у продукта от REN. Следующий продукт тоже спец. Это я к тому, что вот если вы покупаете спецсредства для лица, для тела, то имейте в виду, что они будут, ну, иметь какие-то вот такие вот отдушки своеобразные. Вот ещё у меня, знаете, нет особой дружбы, хотя речь не об этом и не показываю вам-то эти средства. Ну, вот прям вот те, в которых добавлены самые-самые, что ни на есть натуральные продукты. Сейчас вылетело у меня название этого бренда. Бельведер и Веледа. Да, вот вспомнила, Веледа. Продукты от Веледа, ну, вообще мне не заходят. Хотя у них запахи приятные. Но там вот, вот эти вот все натуральные компоненты, они мне не подходят. Я уже сказала почему. Потому что, или может быть даже не сказала, потому что у меня некоторые спецсредства ещё вызывают аллергию. Поэтому тоже будьте аккуратны. Ну, они, наверное, хорошо работают. Вот, например, следующее средство, которое я уже держу, это крем для лица, который отбеливает пигментные пятна с салициловой кислотой, в общем. Прекрасный крем, кстати, отбеливает пятна. Я что-то, ну, не знала, что у меня есть этот крем. И как-то вот взяла его сначала в зимний уход, потом в весенний. А потом я поняла, что вообще-то поздно уже таким кремом пользоваться. Поэтому я им сейчас не пользуюсь. Отложила его в сторонку и как бы приберегу до осени. Он действительно хорошо отбеливает кожу. Но сейчас вот я знаю, что когда солнце активное, такими средствами лучше не пользоваться. Тоже специфический очень запах. Но вот на первое место я всё-таки ставлю вот этот вот Атрен. А это тоже какой-то бренд. Это дермо... Ну, в общем, прочитали. Термосуэтик или что-то такое. Лаборатория. Так. А теперь... В общем, это были у меня разочарования. А теперь фавориты. Или очарования. Чем я очень очаровалась. Разочаровалась, но разочаровалась тем, что я не нашла в продаже вот эти вот ампулы. Я даже как-то... Ну, вот они... В общем, это ампулы для лица. Это тоже спецсредство для лица с биотином, которое придает объем волосам. Сыворотка, в общем. Сыворотка для волос, которая придает волосам объем. И это бренд Ривуэле Биотикея. Какие же это ампулы вообще шикарные. Ну, вообще вот это вот средство. Действительно, вот этот концентрат активный, он... Он, знаете, делает волосы... Я не скажу, что там какой-то очень сверхсильный объем на волосах. Но волосы какие-то становятся здоровыми. Вид у них такой здоровый, шелковистый. Хотя у меня волосы очень сильно поврежденные окрашиванием. Но вот это вот средство им очень даже помогает. Делает их, как бы, знаете, натуральными, ухоженными. Вот я бы так бы сказала. Если я, например, беру средства... Помните, такие в ведерочках, которые продаются в фикс-прайсах, в магнит-косметиках? Забыла тоже название. Сейчас у меня вылетело. Ну вот, они фитокосметик вот называется. От фитокосметик они делают какие-то вот пышные такие. И видно, какая-то вот такая в них будет... Тут нотка не скажешь. Но вот что-то такое, какой-то компонент, который делает волосы как бы не очень настоящими. А вот это вот ревуэли. Это просто классное средство, которое поднимет объем ваших волос, сделает их натурально ухоженными. К сожалению, я не помню, где я покупала вот эти вот ампулки. У меня есть предположение, что это был магазин либо Рюста, либо это был магазин Нормал. Это оба, два этих магазина. Они скандинавские. Я побывала и в том, и в другом, но я эти ампулки не нашла. Попробовала я их поискать в интернете. И в некоторых странах они продаются. У нас, к сожалению, их нет. Можно заказать на eBay. Там можно купить. Но, как вы знаете, они придут, и цена будет довольно-таки высокая. А я их покупала буквально за копейки. Вот эти ампулки. Поэтому, если уж мне очень-очень захочется, придется заказывать их где-то, ну, где-то на просторах интернета. А так, если у вас, если вы меня смотрите в каких-то странах, где представлена вот эта вот косметика Ревуэли, покупайте. Я бы все попробовала. И шампунь бы попробовала от Ревуэли. И бальзам-ополаскиватель. И маски какие-то. И, естественно, купила бы вот эти вот ампулки. Это действительно вещь, которая работает. Это у меня будет фаворит года. Следующее. Следующее это парфюм. У меня несколько парфюмов от Lancome Tresor. Несколько разновидностей. И тут вот начинаю пользоваться вот такой миниатюркой. Это классическая версия Tresor. И я понимаю, что у меня-то его в полноразмерке нет. А он так классно пахнет. У меня есть другие Tresor. Tresor Midnight. Потом еще какой-то Tresor. И они все, знаете, какую-то вот шипровую отдушку имеют, которая мне как бы не очень. А вот этот вот Tresor, а вот этот Tresor, он не имеет этой шипровой отдушки. Он свежий, фруктовый, пудровый, сладкий, розовый, насыщенный такой. Вот цветочный, фруктовый. Аромат и вот этой вот фужерной нотки нету. И вот этой вот такой нотки, которая является такой притерной какой-то, мускусной. Здесь особо она, может быть, она и есть, но она вообще не выражена. Где-то, где-то в отдалении что-то такое ощущается. И я поняла, что хочу купить полноразмерку. Какой-то у меня миниатюрочка. Так, ну а следующее, что хочу вам в фаворитах показать еще, это косметика Essence. И это... Ой. И это лимитка. Палетка под названием Emily in Paris. Я из этой серии постаралась купить все, по-моему, кроме подводки. Тушь, по-моему, я не покупала. Мне эти средства не нужны. И делюсь с вами впечатлениями. Вообще, наверное, эта палетка, ну, должна бы вызвать какие-то такие романтические ассоциации. Все-таки Emily в Париже. Что-то такое... Ну, вообще, Париж подразумевает что-то такое романтическое на Елисейских полях. Выпить чашечку кофе где-то. Скушать пироженку какую-то или круассан. Но, вы знаете, эта палетка не об этом. Это совсем другое. Эта палетка про другое. Она... Сейчас, давайте я прервусь, вернусь к вам. Эта палетка не про романтику. Ну, для меня. А палетка... Ну, про какую-то страсть, наверное. Я бы ее... Вот... Сказала бы, знаете, Emily в Мадриде где-нибудь. Но не в Париже. Потому что такой красивый, очень яркий макияж получается с этой палеткой. Просто... Хотя можно, конечно, и что-то такое нюдовое создать, романтичное. Ну, смотрите. Вы знаете, вот в России я не знаю, когда появится эта палетка в продажу. Вижу, что доходит все, ну, с трудом. Как бы и сейчас продается у блогеров. Вижу, продается серия лимитированная с мороженым. Вот. А вот эта вот пока еще... Хотя я покупала, когда ее осенью. Но, может быть, скоро и дойдет. Поэтому эта палетка очень красивая. Она мне очень понравилась. Довольно-таки неплохо. Ну, тени, я имею в виду, макияжи получающиеся. И качество мне очень понравилось. Довольно-таки неплохо держатся эти оттеночки. Ну, здесь можно, конечно, и романтику нарисовать с такими оттенками. Но для меня это все-таки что-то такое страстное. Знаете, я сижу, у меня тут окно сверху идет. Поэтому, может быть... Ну, я не рекламирую эту палетку. Поэтому так, вот обзорно вам как бы говорю. Можно переборщить. Очень даже с такими оттенками. Очень даже. Тут они, конечно, разномастные есть. И матовые оттеночки. Давайте вот здесь чуть-чуть места есть. И матовые, и перламутровые оттенки. Всякие. Вот они. Ну, и вот в промежутках вы видите, что оттеночки такие слабо выражены. Поэтому... Ну, для меня это не романтика. Абсолютная не романтика. Это какое-то путешествие. Может быть, знаете, какая-то такая страсть с французом. Может быть, про это. Может быть. И уж совсем не романтичная вот эта вот помадка в стиле Moulin Rouge. Может быть, знаете, тут Эмили в Париже, но не на Елисейских полях с чашечкой кофе и круассаном, а где-то в районе Moulin Rouge, в кафешке где-то там, или в баре, вернее, смотрит в Ариете. Наслаждается шампанским. Вот. И смотрите, помада. Сначала она мне не понравилась, эта помада. Она, знаете, оставляет... Если вы накрасили ее, она... Во-первых, она очень стойкая. Она у вас на губах так останется на весь день. Но в течение дня она, естественно, будет... У вас оттенок будет уменьшаться, уменьшаться, становиться все белесее и белесее. И, ну, блеклеит. Если можно такое слово подобрать, блеклеит. В общем, вы меня поняли. Цвет становится не такой интенсивный. И уже к концу дня он у вас остается на губах. Слегка-слегка такой накрашенный оттенок вот этой вот яркой помады. Она безобразно ярко смотрится на губах. Я вставлю фоточку. Очень хорошо подходит к вот этим вот теням. Особенно, если вы накраситесь как-то так не ярко, не вульгарно. Ну, я имею в виду вот тенями. И нанесете эту помаду. Может быть, даже и Бог вам в помощь идти на Елисейские поля. Вот. А в район Мулен-Руш это уже нужно еще более интенсивно краситься. Так, ну, в общем, вот такой вот у меня обзор на сегодняшний день. Я, если пропадаю со своего канала, вы уж знаете, что я загружена очень сильно. Поэтому, ну, я загружена, но, тем не менее, я продолжаю снимать. У меня много, так сказать, накопилось материала, чтобы показать о жизни в Норвегии. Много идей. Но, в общем, как-то так вот мне надо со временем. Ну, не знаю даже как. Я уже и планирую, что только не делаю. Но, к сожалению, то, чего я хочу сделать, у меня не получается. Ну, вам всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами очень-очень скоро. Еще раз мои сегодняшние продукты. Сводчи. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok